Приближаются праздники, время активного винопотребления. И сегодня мы с вами поговорим о винной культуре. И поговорим о том, как превратить обычное винопотребление, а для кого-то может быть и пьянку, в интересный винный досуг. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградорству и виноделию. Зовут меня Светлана, я делаю по образованию, виноградор и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Вино это не просто спиртной напиток. Это на самом деле уникальнейшая вещь, которая при правильном его употреблении может нам подарить кучу интересных эмоций. Смотрите, самое простое, что мы можем сделать, в том числе и когда к нам приходят гости, это вино потреблять, скажем так, правильно и его дегустировать. Покажу на примере любого бокала. Сегодня у меня вина нету, но наливаем правила дегустации. Первый нос. Понюхали, обсудили между собой. Смотрите, если мы хотим развиваться в вине, вот одному бывает сложно. А чтобы мы не почитали все правила дегустации, описания вин, все равно одному сложно. Когда есть хотя бы еще один человек, все становится гораздо проще и гораздо интереснее. Потому что мы между собой можем обсуждать, что вот в первом носе каждый почувствует. Один услышит одни нотки, другой другие, третий. И часто бывает, знаете, как мы понимаем, какой запах, но мы не можем его описать, идентифицировать, кому он принадлежит, какой ягоде, какому фрукту. И вот бывает, что кто-то там говорит, мне кажется, условно, это ежевика. Другие подумают, да, ежевика. Или наоборот, там кто-то говорит, нет, там не больше вишни напоминают. Следующий этап. Взболтнули. Второй нос понюхали. Вы уже почувствуете, как меняется запах. От первого носа до второго. Опять обсудили. Сделали глоток. Немножко задержали вино во рту. Потом прочувствовали послевкусие. Опять же обсудили между собой. Уже вот даже такое потребление, оно становится гораздо более интересным, чем просто. Тост выпили, закусили. И вообще вино не закусывают, вином запивают еду. Смотрите следующий этап. Мы вот к этому всему, к этим пробам присоединяем еду. А самое простое. На каждом столе всегда есть какое-то мяско, какой-то сырик, да, какая-то вот такая нарезка. И пробуем. Взяли кусочек сыра, запили вино. Обсудили, да, насколько поменялся вкус. Кстати, здесь сразу расскажу историю. Буквально недавно мы купили на пробу пинотаж. Пинотаж это сорт винограда, вино из Южно-Африки. И вот что интересно. Делаешь глоток. Сразу это ягоды. Когда проглатываешь, рот прям вот обволакивает тоними. Его начинает вот так вот встягиваться голубо-небо, язык. При этом мы берем кусочек сыра, такого вот выдержанного. Кусочек сыра пожелали, запили. Где-то они их нету, понимаете. Все ворота становится такой мягкой, бархатистой. И это вообще потрясающий опыт. Попробуйте. Подберите вот. Неважно, покупное вино, да, либо это ваше вино. Попробуйте, обсудите между собой. Вот когда вы начнете это пробовать, вы поймете, как это интересно. И потом уже не можешь пить вино по-другому. Ну, это было самое простое. Идем к усложнениям. Смотрите, вот это все, это не только как бы разнообразие, разноображивает наш досуг. Это еще дает нам возможность развиваться в теме вина и научиться понимать его. Сейчас куча курсов платных, да, если хочешь разбираться в вине. Много чего мы можем сделать сами. Ну, для этого хорошо, чтобы была компания. Вариант второй. Бокальная дегустация. Тоже не важно, ваше вино. Ну, вот, кстати, домашнее вино с ними интереснее, как правило, получается. Но это может быть вино и из магазина. Единственное, что нам надо будет хотя бы два разных типа бокалов. И тут уже зависит от того, сколько у вас гостей. У нас, например, бокалов много, да, но все это пары. Ну, такой набор побольше, да, это шесть бокалов. Ну, понятно, что вот два набора по шесть. Уже три набора, может быть, не у каждого. Ну, самые простые варианты. Тюльпанчик и шар. Может быть, вот так, да. Или вот так. Это уже чего есть у вас в коллекции. Но вот эти все бокалы, которые я вам сейчас показываю, они очень бюджетные. И, в принципе, нужно завести их в семье. Даже в комплекте шесть штук. Не так будет сильно накладно для бюджета. И смотрите, что мы делаем. В два разных бокала мы наливаем одно и то же вино. Только помните, что наливаем бокалы. Это большие бокалы. Вот это, наверное, миллилитров на пятьсот. Никто не наливает полный, наливает он. Вообще наливайте немножко. Где-то треть. Можно даже чуть меньше. Налили в два разных бокала, да, и попробовали. С одного и со второго. И обсудили между собой, вот как, кто, что чувствует. А когда ты делаешь это один, ну да, это интересно. Какие-то совершаешь такие маленькие открытия. Но когда ты делаешь в компании, то очень интересно вот послушать мнение окружающих, да, как они это чувствуют, как они это воспринимают. Вариант следующий. Если у нас есть свое вино, примерно из одних и тех же сортов винограда, но разных годов. Вертикальная дегустация. Это вообще шикарная вещь. Опять же, мы пробуем. Мы чувствуем, как вино развивается. Мы сравним его между собой. Тогда идеально, чтобы бокалы были одинаковые. То есть, в одинаковую пару бокалов. Ну, либо налили сначала одно, потом другое. Пробуем разные урожаи, да, разных годов и сравним. Это потрясающая вещь. Вот развитие себя, как винодела. Чем больше у вас такого будет, пусть даже вы просто будете сравнивать два года, тем вам будет проще понять, да, вот здесь так, вот здесь так, здесь такие вкусы, здесь такие. А может мне вот так сделать, а может мне вот так в дальнейшем. То есть, ну, такая интересная, как бы, оценка результата своего труда. Да, но опять же, хорошо послушать окружающих, что они об этом думают, да, и как они это чувствуют. Если у вас нету, да, разных урожаев. Ну, вообще, я всегда рекомендую, да, оставлять там бутылочку-две, которую мы выпьем через год, через два, чтобы сравнить, как что происходит. Ну, опять же, чтобы понимать, какой вина потенциал, как оно может храниться. Если такой возможности нету, своего вина такого нету, то очень замечательно, если мы, допустим, в магазине тоже берем вино из одного сорта разных годов урожая. Ну, в идеале, конечно, одного производителя. Не всегда можно найти, тогда хорошо взять, ну, допустим, разных производителей, но из одного региона. Тоже замечательно. Пьем, сравниваем, как, что, где вам что-то больше нравится, где вам что-то меньше нравится. Я рассказывала такой опыт. Мы с мужем брали Мерло 19-го и 21-го года. Все это был Новый Свет, но немножко разные регионы. И вот, например, запах у более молодого вина, он более яркий, а вкус у более старого, ну, такой, более комплексный. Вот у нас не разделились, кому что больше нравится. Тоже такой потрясающий, на самом деле, опыт. Также можно сравнивать один и тот же сорт из разных регионов. Тоже интересно. Нет разных регионов, можно брать разных производителей. Не важно, там, Мерло, Шардоне, вот то, что вы любите. Ну, не вино типа там, шепот монашек, да, или бычья кровь, а именно сортовое. Ну, взяли из разных регионов, да, и попробовали. Ну, опять же, в идеале, в идеале, чтобы эти разные регионы были одного года урожая. Ну, даже если разных, там уже как получается, мы тоже пробуем и обсуждаем между собой. Кому что больше нравится, и вот там опять же мы оцениваем первый нос, второй нос и вкус, потому что оно разное. Я вам уже говорила, да, что у более молодых вот то, что мы заметили. Более яркий запах, он такой, более насыщенный. А вкус бывает наоборот. Ну, такое вот очень интересное наблюдение. И поэтому все это можно брать, сравнивать. И когда вас несколько, да, то очень интересно это обсуждать. Это интересно делать одному. Ну, когда есть гости, это классный досуг. Еще, если вы делаете свои вина, и у вас, к примеру, есть дубовая бочка, вот мы как-то сравнивали наше вино одного года урожая. Но одно было без бочки, а второе в бочке. И вот родственники приходили в гости, и сначала я даже не говорила, где какое. Вот пробовали. Опять же, мне не разошлись. Кому-то одно больше понравилось, кому-то другое. Всегда интересно это послушать со стороны. И не всегда нам надо, чтобы эти люди были профессионалами и вообще что-то понимали в вине. Интересно вот про простое мнение. Опять же, как кто чувствует запахи, как кто чувствует вкусы. И плюс к этому всему, опять же, мы можем наворачивать сочетание с едой и пробовать, что нам больше нравится, что нам более интересно. И еще смотрите, какой вариант может быть, если сорта, из которых вы делаете вино, есть такие же вина в магазине из этих же сортов. Тоже есть смысл это попробовать. Да, и с теми же гостями. При этом можно даже не говорить, где какое. Ну, скажем так, слепая дегустация. Да, и выслушать постороннее мнение. Кому что больше нравится, да, кому что интереснее. Ну и самому сравнить, да, вот, что больше нравится вам. Может быть, ваше вино замечательное, так как, может быть, есть к чему стремиться. Почему бы не попробовать? Вот путь винодела такой, что сначала ты начинаешь делать вино, чтобы его не покупать в магазине. Но потом приходишь к тому, что наоборот, ты покупаешь вина, чтобы сравнивать, чтобы понимать, чтобы развиваться в этой теме, чтобы чувствовать всю эту ароматику. Ну и видеть, да, в какую сторону ты двигаешься, есть к чему стремиться, либо ты и так молодец. Ну, на самом деле, стремиться всегда есть к чему. То есть, как видите, вариантов украсить застолье, да, достаточно много. Можно это делать в узком семейном кругу, можно с большим количеством гостей. Это уже как у кого есть возможности. Конечно, кто-то может отнестись к этой всей информации скептически, ну и что ты нам вообще здесь рассказываешь. Ну, каждый решает сам. Что вам рекомендую? Да попробовать хотя бы один из вариантов. И я уверена, что вам и вашим гостям это понравится. И вы захотите повторять это в дальнейшем и развиваться в этой теме. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще в ссылке» на каталог наших сортов и награды и наши контакты. И до новых встреч! До новых встреч! Спасибо.